Здравствуйте! На телеканале Обденск ТВ новости мы рассказываем вам о событиях нашего города и региона. В студии Георгий Розуваев. И Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Майские каникулы. Расскажем, как Наукоград готовится к Первомаю и Дню Победы. Роболига. В Обденске прошел ежегодный региональный фестиваль научно-технического творчества для детей и взрослых. Со счетом 3-1 в рамках первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона Обденский Квант принимал клуб «Салют» из Белгорода. Остается неделя до майских праздников и в Наукограде уже идет активная работа по украшению городских территорий. На еженедельном рабочем совещании глава администрации Обденска говорили о том, как ведется подготовка мероприятий большой праздничной программы. Начинается праздничная декада с православной Пасхи, а значит, что территории и кладбищ также должны быть приведены в порядок. Глава городской администрации обратил внимание на то, что в районе некоторых мест захоронений скопилось большое количество мусора. Всегда у нас к этим праздникам порядок наведен. Это раз. Второе, у нас все это начнется с Пасхи православной. И надо навести порядок на кладбищах наших. К сожалению, при повороте на Добринское кладбище, там полно мусора, по крайней мере, было в конце прошлой недели. Там надо провести порядок, навести. Надо субботник, организованный вместе с силами БРУ. Обсудили на еженедельной планерке и план проведения мероприятий в День Победы, о котором проинформировала заместитель главы администрации по социальным вопросам. В 8.30 у нас начинается легкоатлетическое мероприятие. Затем в 9 часов литья у Вечного огня. Затем в 10 часов у нас митинг. Митинг закончится прохождением Бессмертного полка. Думаем, что в этом году еще большее количество людей пойдет Бессмертному полку, чем это было в прошлом году. После завершения митинга в городе начнутся дневные концерты. Около детской школы искусств номер один и у фонтана на улице Победы. Также будут организованы две выставочные площадки, на которых будут представлены музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Там у нас две палатки, которые имитируют музей военного времени. И вторая – это медпункт. То есть подключаем наших волонтеров и там все, что можно будет сделать с точки зрения медицинской, то есть имитировать те события 1941-1945 года, это будет у нас проходить. Завершится праздник 9 мая традиционным салютом в 10 часов вечера. Владислав Шапша отметил, что также необходимо организовать перекрытие и парковки в районе мемориала «Вечный огонь» и призвал сотрудников госавтоинспекции и полиции работать лучше, чем это было в прошлом году. Были определенные накладки, поэтому просьба полиции в данном случае заранее этим вопросом озаботиться, если необходимо, перекрыть эту парковку с вечера, чтобы там никто не парковался, не мешал прохождению. И с утра, чтобы до начала мероприятия заранее были представители ГИБДД, в прошлый раз они пришли прямо к началу. До 15 июля в Наукограде пройдет 25 заседаний призывной комиссии, на которые вызовут 660 граждан. Известно, что 92 обнинца будут направлены для прохождения службы в рядах вооруженных сил. Уже проведено 6 заседаний призывной комиссии, которые посетили 184 человека. Из них призвано 6 человек. Предоставлена отсрочка 114 гражданам по причине получения образования, 20 – по состоянию здоровья. 44 человека признаны негодными к воинской службе. 20 апреля в Обнинске прошел ежегодный региональный фестиваль научно-технического творчества для детей и взрослых «Роболига». Это одно из отчетных годовых мероприятий, где учащиеся Центром молодежного и национального творчества и Академии «Технолаб» представляют созданные ими в течение года проекты. В рамках фестиваля состоялись соревнования по робототехнике, инженерные мастер-классы, выставка достижений учеников Академии «Технолаб» и Центра молодежного и инновационного творчества, развлекательные конкурсы. Основная цель «Роболиги» – заинтересовать детей наукой и творчеством, помочь им проявить свои способности, а затем сделать осознанный выбор профессии. В качестве гостей «Роболигу» посетили представители администрации Обнинска и Атыни Яуми Фи, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Приятно удивлен тем, что я здесь увидел. Мы, конечно, слышали об интересных обнинских экспериментах, обнинских находках, но сегодня такое количество ребят, занимающихся робототехникой, такое количество идей, представленных на этом фестивале, я хотел бы сказать, что это очень интересно, это очень перспективно, потому что таким образом мы формируем у ребят навыки 21 века, умение работать в команде, критическое мышление, креативное мышление. В Академии Технолаб занимаются школьники с 9 лет. Сначала они проходят базовые курсы, а потом, определив, что им интереснее, выбирают направление. Виртуальная реальность, архитектурное моделирование, моделирование квадрокоптеров или робототехнику. Знания, полученные детьми на курсах, пригодятся и в дальнейшем для поступления в высшее учебное заведение. Это нефтевышка, она вращается с помощью мотора и шестеренок. Мы еще делали такую же нефтевышку, только ручную. На обучающих курсах Технолаба дети создают проекты, многие из которых в дальнейшем получают практическое применение. Тогда знания запоминаются ими гораздо лучше, развивается инженерное мышление. Зал, в котором мы с вами находимся, это зал в будущее, это зал будущего. Но и особо приятно, что этот зал и то, что мы видим, создаются в первую очередь нашими детьми. Конечно, с ними занимаются взрослые, конечно, направляют, но все-таки то, что делают сегодня дети, это уникально. Это действительно шаги в следующее время, в будущее время. После окончания курсов Технолаба ребята поступают в Атыни Яуми-Фи и там, в свою очередь, начинают работать со школьниками в Центре молодежного творчества. В ходе занятий студенты создают на базе своих разработок предприятия, где выпускают и реализуют разработанный продукт. Например, в фитобоксе выращивают растения на гидропонике, без земли. Одно из наиболее популярных направлений – квадрокоптеры. Ими с удовольствием пользуются и дети, и взрослые. На Роболиге определяются лучшие работы, сделанные за год, за которые их авторы получают подарки. Дети заряжаются положительными эмоциями и мотивацией, чтобы учиться и развивать свои проекты дальше. Занятия в Академии Технолаб способствуют появлению в обществе технически грамотных людей, готовых использовать и применять инновационные подходы в жизни, работе и будущей профессиональной деятельности, людей, которые будут жить в умном городе. О мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности граждан в майские праздники, отчитались представители МВД и МЧС на планерке главы администрации Малоярославецкого района. В празднике будет задействован весь личный состав отдела внутренних дел. Привлекут к участию и казаков. Пожарные отряды перейдут в режим повышенной готовности. Сейчас идет согласование проведения праздничного салюта. Соответствующие документы от города уже поступили. Снова напомнило о себе садовое товарищество Малоярославец, жители которого жалуются на запах уже почти месяц. Исполняющий обязанности главы администрации района попросил, наконец, разобраться в ситуации. Соведующий отделом сельского хозяйства сообщил, что в очередной раз выезжал на место с проверкой. Говорят, что очистны. Это очистны, которые введены в стройку. Я в пятницу там, я прошел все эти очистные, и был внутри помещения. Смотрел на эту, в которой вода вытекает, уже последняя вручая идет. Никакого запаха там нет. Заведующий отделом не исключает, что запах может идти от рыбного цеха. Для проверки предположения будет совершен дополнительный выезд совместно со специальной комиссией. На совещании снова вернулись к обсуждению реализации в районе программы «Безопасный город». Вячеслав Парфенов отметил, по проекту возникло много замечаний, пока что придется обходиться своими силами. Например, сделать так, чтобы данные с камер видеонаблюдения, установленных в дошкольных и школьных учреждениях, получали в МВД. У заведующей отделом образования возникли вопросы не только по правовой стороне таких действий, но и по технической. В школах и детских садах городского поселения почти 300 камер. Вячеслав Парфенов напомнил, у правоохранительных органов есть право доступа к этим материалам. К тому же, если случится беда, родители будут задаваться вопросом, почему не были предприняты превентивные меры. Понимаете, у нас с одной стороны закон требует одно, чтобы мы установили в рамках безопасности и все остальное. С другой стороны, мы не можем воспользоваться этим ресурсом, потому что кто-то против. Может быть и правильно сказать, но идите тогда в другую школу, где образа нет видеофотофиксации. Вопрос руководителя отдела образования обсудит с сотрудниками правоохранительных органов отдельно. Своего заместителя Надежду Богомолову, глава администрации района, попросил продумать совместно с руководителями отделов администрации, как будет эксплуатироваться после восстановления усадьба дворян Кудрявцевых в Панском. Этот пункт важен и при подготовке технического задания к проекту. Это будет музей у нас, выставочный центр какой-то. Посмотрите, для чего, или пионерлагерь может быть, для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями. В рамках, мы будем закладывать денежные средства, чтобы там могли дети отдохнуть. Вячеслав Парфенов вновь акцентировал внимание подчиненных на том, что восстановить здание для галочки недостаточно. По предварительным оценкам, сумма, которая на это потребуется, около 100 миллионов рублей. Заведующий отделом спорта Денис Овсянников сообщил о ходе работ по подготовке площадки для сдачи нормативов ГТО в городском поселении. Располагаться она будет за физкультурно-оздоровительным комплексом и ориентировочно к лету ее закончат. Было чем обрадовать присутствующих и отделу образования. Ученица Малоярославецкой школы номер 2 заняла первое место в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по технологии. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Малоярославец. В субботу на городском стадионе в рамках первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона Обнинский Кван принимал клуб «Салют» из Белгорода. В первом тайме подопечные братьев Морозовых заставили изрядно понервничать своих наставников, хотя и завершили его на мажорной ноте. Второй тайм наукоградовская команда отыграла достойно и к удовольствию болельщиков завершила встречу со счетом 3-1. За перипетиями матча наблюдал наш спортивный обозреватель Николай Хнычков. Три тура отыграли команды в весенней части первенства и их итог болельщики «Кванта» расценивают как внушающий оптимизм. Любителям футбола напомню, что в первой игре наш клуб уступил 1-2 безоговорочному лидеру турнира «Московскому Торпедо». Затем с разгромным 4-1 была повержена столичная команда «Сторгино». Хит-триком в ней отметился вернувшийся в родной Обнинск Максим Байчук и еще один записал на свой счет Сергей Белов. Третья игра с «Белгородским салютом» оставила приятные впечатления от действий хозяев поля. Первые 15 минут на поле доминировали гости, создали несколько убойных моментов и, если бы невеликолепные реакции голкипера «Кванта» Виталия Яковлева, вырушившего свою команду, то минимум дважды подопечным «Братьев Морозов» пришлось бы начинать игру с середины поля. Но выстояли, сумели отодвинуть мяч от своих ворот и под занавес первого игрового отрезка удалось еще и забить самим. Отличился Илья Лаевский. В перерыве нам удалось пообщаться с игроком, вновь призванным под знамена клуба Евгением Гуровым. Ну, прежде всего, не хватает точности. Точности в передачах, последнего пасса. Много брака, поэтому сопернику легко перехватывают мячи, выходят в атаку и создают моменты у наших ворот. В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет после весьма сомнительного пенальти. Такое развитие событий «Квант» не устроило. Игра перешла на половину поля гостей и свое веское слово сказал капитан Новгородского клуба Алексей Феколкин, мастерским ударом со штрафного в обвод стенки, оставив неудел галкипера белгородцев. А еще через несколько минут свой четвертый гол за родной «Квант» оформил удачно вписавшийся в игровой коллектив Максим Байчук, замкнувший передачу с левого фланга. Если не ошибаюсь, Кирилл Куликов. Была подача хорошая и завершение. На тренировках отрабатываем, нужно идти всегда. И стараться забить гол. Добил, повезло. На послематчевой пресс-конференции тренер гостей не выглядел расстроенным, лишь посетовал на низкий процент реализации голевых моментов. Олег Морозов в свою очередь дал своеобразную оценку действий своих подопечных. И в целом выиграли не случайно все равно. Когда, конечно, понимаем, что из этого матча можно сделать две нарезки. В одной мы будем бразильцы, а в другой будем клоуны. Как убрать там демоклоуны и оставить демокразильцы, вот это вопрос. После 20 туров «Квант» закрепился в середине турнирной таблицы на 8-м месте вслед за «Калужанами». Следующий домашний матч «Квант» сыграет 4 мая соперник «Саратовский Сокол». Николай Хнычков, Сергей Макарьцов, телекомпания «Обнинс ТВ». И на сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах, в социальных сетях. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске нашей программы, которая выходит в эфир по будням в 19 часов. А пока мы прощаемся с вами. И желаем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин